В Запорожском центре детского и семейного развития по улице Медведева, 12, с утра до вечера звучат голоса детей. Здесь опытные педагоги стараются найти и развить у ребят творческий потенциал и не только. Наши занятия бесплатные. У нас есть английский, есть подготовка к школе, есть логопед, есть множество творческих занятий, поэтому мы можем охватить большое количество деток разных возрастов и разных интересов. Татьяне Куштановой о центре, где занимаются с детьми, рассказали родственники. Сегодня маленький Ростик нарисовал льва и очень гордится своим творчеством. Решили пока походить попробовать. Пришли второй раз, ему довольно-таки интересно. Первый раз с сыном. Первый раз, это пять лет будет. Первый раз ему страшновато было. А сейчас уже лепка занимается и занятия проводила, отлично говорит. В Запорожье центр работает год. Такой же совместный украинско-немецкий проект стартует в регионах с наибольшим количеством внутренних переселенцев в Харьковской и Днепропетровской областях. Проект инициативы инфраструктурных программ для Украины, которые финансуются немецким урядом, имеет на мете не только поддержку конкретных проектов, которые мы сегодня вам презентуем, но и сталый развиток организаций, государственных и недержавных структур, фондов, муниципалитетов, территориальных громад. Новая же программа предусматривает работу с людьми разных возрастов. Особое внимание сотрудники благотворительного фонда «Улыбка ребенка» уделяют переселенцам из Донбасса. С ними работают мобильные группы, как в Запорожье, так в Бердянске и Мелитополе. С каждым днем приходят и регистрируются новые люди. И очень приятно каждый день видеть с утра в нашем центре суету, когда люди собираются, наши психологи, профессиональные преподаватели, педагоги, социальные работники, когда они собираются на мобильные выезды, когда они готовятся к группам. И видеть счастливые, довольные лица родителей, которые забирают детей, слова благодарности о том, что у них было очень много вопросов, они не могли на них отти ответ. И вот они теперь находят и имеют возможность развиваться не только дети, но и взрослые.